МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У представительниц Турции, Украины и Монголии. Но финальной поединке уступила своей коллеге по сборной России и заняла второе место. В Словенском Мориборе прошло юниорское первенство Европы под дзюдо, в котором состязались четыре сотни спортсменов из сорока стран. В командных соревнованиях в формате стенка на стенку в составе российской сборной выступала арчанка Ксения Задворного. Россиянки начали с непростой победы над чешками 3-2. Причем наши уступали 1-2, и счет сравняла именно наша землячка. На полуфинал с француженками тренера дали Задворного отдохнуть. Россиянки лидировали и были в шаге от победы над будущими победительницами первенства. Но везения не хватило, и наши отправились в матч за третье место с итальянками, который также получился очень сложным. Но со счетом 3-2 выиграли россиянки, и Задворного вместе с коллегами по команде стала обладательницей бронзы. Также бронзовую медаль, но на чемпионате России в Нальчике, завоевал оренбуржец Егор Цветков. В весе 60 килограмм он на старте проиграл будущему финалисту Гаджиеву, но утешительную сетку прошел без поражений, выиграв у соперников из Осетии, Питера, Адыгеи и в схватке за третье место у москвича Джебова. Другие оренбуржцы Куликов, Самойлов, Ваниев и Поляков, а также наши женщины Байматова-Стунян сошли в начале. А вот Анастасия Турчева остановилась в шаге от пьедестала. Уступив первый же поединок москвичке Галамидовой, Оренбурженко в Утишиловке стала последовательно сокрушать соперниц по совпадению из Краснодарского края. И лишь последняя из них, Казенюк, ее остановила. Турчева заняла пятое место, позволившее ей войти в состав национальной сборной. Среда – важнейший день для футбольного клуба Оренбург. Еще в прошлом сезоне мы сыграли со всеми командами Премьер-лиги, но сейчас для представителей ФНЛ приезд одного из лидеров отечественного футбола – событие. У нашей команды матч 1-16 финала Кубка России с Казанским Рубином. На предыдущей стадии оренбуржцы в Саратове справились с «Соколом» 3-1, после чего выдали впечатляющую серию в чемпионате – ничья и три победы, в том числе и над фаворитом – крыльями советов. Однако в последнем 14-м туре в Астрахани наши не смогли устоять перед «Волгарем», пропустив два мяча со стандартов в первом тайме. Если в первом случае был рикошет, то во втором ошибся вратарь. В дальнейшем шел открытый футбол, у обоих соперников были шансы изменить счет, но осталось 2-0. Жаль, сразу могли запрыгнуть на четвертое место, а пока довольствуемся девятым. Не хватило функциональных возможностей, но чудес не бывает, мы знаем откуда растут ноги, были напряженные эти месяцы, и в принципе этот день настал, когда мы немножко провалились в этом плане. Слишком было до этого много отдано эмоциональных и физических сил, поэтому вот такой результат. Тем не менее, я благодарен ребятам, то, что они до конца отдавались игре, пытались спасти эту игру. Что-то получалось, что-то нет, где-то играли неправильно, это мы разберем и будем двигаться дальше. К сожалению, без поражения не бывает побед. Теперь у оренбуржцев каждый матч как кубковый. В чемпионате нужно догонять убежавших соперников. И для разнообразия тяжелейшие испытания рубином. Кубковые матчи, они по напряженности такой носит очень интересный характер. Все, что может случаться, само название – кубок, и накладывает отпечаток на игру. У нас каждому матчу азарт, если честно, каждому матчу. Потому что это венец всей нашей работы. Мы здесь уже смотрим, что мы приготовили, что подготовили, что не получилось, что получилось. В четверг первый домашний матч нового сезона высшей лиги провели хоккеисты Орского клуба «Южный Урал». Соперником стала «Чеховская звезда». Это фармклуб московского ЦСКА, созданный два года назад. Главная цель звезды – готовить и поддерживать кадры для московских армейцев. И не приходится сомневаться, что подмосковные хоккеисты серьезного уровня. Однако счет всего через две минуты после стартового вбрасывания открыли хозяева. Точно бросил Иван Гавриленко. В первом периоде гости отыгрались. А в начале третьего поймали Арчан на несогласованности в обороне. К радости болельщиков хозяева нашли в себе силы и перевернули ход встречи. В концовке забив две шайбы, а не на счету Дениса Скатова. Победа 3-2. И начало сезона у «Южного Урала» очень хорошее. Давно такого не было. С трех матчей сибирского турне привезли семь очков из девяти возможных. Выиграли и сейчас. Как следствие, третье место в турнирной таблице. Анатолий Евденич, Новости спорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова